Небольшие елочки, аккуратные газоны и вазоны с цветами. Такая красота встречает людей у дома номер 135 Б по Ташкентской. Уют вокруг своего здания организовали сами жители. Вместе высаживали растения и постоянно за ними ухаживают. Также вместе жильцы приняли решение отремонтировать вход в подъезд. Теперь здесь есть система видеонаблюдения, экономное освещение с датчиками движения и удобные лавочки. Жильцы наши очень активные. На субботники выходят, все помогают. Вовремя коммунальные услуги оплачивают. Это самое основное, за счет чего мы будем все это делать. Познакомиться с неравнодушными жителями приехала глава города Елена Лапушкина. Благодаря своей совместной активной работе жители в этом году стали победителями конкурса «Лучший многоквартирный дом Кировского района». Елена Владимировна, мы всем победителям конкурса на лучший многоквартирный дом на придомовую территорию изготовим такие вот таблички, которые украшают фасад. Жители сразу знают, что здесь живут неравнодушные люди, которые своими руками приводят в порядок и плюс участвуют в конкурсах и получают за счет этого дополнительные средства уже бюджета. Останавливаться на этом жители не собираются. В следующем году они намерены участвовать в региональном проекте «Содействие», чтобы сделать новую детскую площадку, заасфальтировать парковку и привести в порядок отмостки. А вот жители домов номер 83 и 85 по Ташкентской уже оценивают результат участия в этом проекте. Здесь расширили внутриквартальную дорогу, обустроили новые парковочные места с разметкой, сделали лестницы к подъездам и тротуары, привели в порядок газоны. Мы когда делали нижнюю территорию по 79-му дому, и она очень хорошо у нас получилась по средствам бюджета КГС, жители верхнего дома говорят, мы тоже хотим такую красоту, и тогда разговор состоялся. Если подать заявку, то, ну, понятно, в конец очереди вставать, там нельзя подниматься. Мы предложили попробовать поучаствовать в «Содействии» за счет дополнительных средств жителей. Да, после финансирования. После финансирования. Жители обсудили, согласились, и, соответственно, вот и родился такой проект. Еще один двор в Кировском районе, в котором побывала глава Самары, благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды, которая является частью у нас проекта «Жилье и городская среда». У дома номер 152 по свободе положили новый асфальт, обустроили парковочные места и построили две площадки – детскую и спортивную с антитравматическим покрытием. Жители отмечают, что после ремонта этот двор стал очень популярным для прогулок. У нас как только площадку построили, раньше здесь было 5-10 человек, 60. У меня окна сюда выходят, родители, дети всех возрастов. Для больших здесь, здесь 3-4 компании играют в баскетбол, в футбол, в песочнице куча народа. Здесь очень много всего. Довольны вы даже? Да, абсолютно довольны. Жильцы поделились с главой Самары планами по дальнейшему развитию территории. Они хотят сделать двор более зеленым, высадив деревья и кустарники на газонах, разметить парковочные места, а также установить на въезде во двор лежачего полицейского, чтобы обезопасить детей, которые теперь чаще здесь гуляют. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.